всем привет в этом видео мы хотим рассказать про порошковые опрыскиватели фирмы итальянской фирмы di martino значит что они из себя представляют и зачем они нужны в основном они нужны для распрыскивания порошковых всяких удобрений но в частности азотных калийных фосфорных там и так далее то есть именно порошковых то сейчас для внесения допустим в почву если вам нужно вносить именно сухие удобрения если вы рассыпаете это руками у вас это получается не совсем не совсем правильно да тут где-то больше где-то больше где-то меньше а для того что было friendly вот валера начнет обзору такого маленького порошкового опрыскать или совсем дешевого и то же время качественно долговечного от фирмы di martino работает очень просто в внутренней насыпаете необходимое количество порошка который вам необходимо унести почву и и потом уже распрыскиватели и по распрыскиватели распрыски распрыскиваете его раз тут есть такой лайфхак такой сделан прикольно и специально стоит фильтр сетчатый фильтр сетчатый фильтр очень тонкой очистки позволяет не рассыпать вам крупные фракции удобрения ну либо не удобрения старшее поколение двое помнят dust dust тоже рассыпался от вредителей значит здесь есть отверстие через который всасывается воздух соответственно через вот этот фильтр проходит тонкий тонкая взвесь порошка и распыляется через отверстие если у вас фракции более крупные допустим вы можете убрать тонкий фильтр и использовать для более крупных фракций этот же инструмент но уже без вот такого тонкого фильтра здесь все просто пластик ну скажем так вечный потому что это пластика димартина это 10 20 30 40 лет он прослужит это проект это проверено лейками от димартина которые были есть и есть да у нас сейчас резиновая манжета вот такой неправильной формы для удобства работы она закреплена всего-навсего стяжками пластиковыми то есть это все ремонтно пригодно настолько что это никогда у вас ничего не не сломается никогда у вас не будет никаких проблем как это работает значит засыпаем нашу необходимое количество необходимое количество кашка до что-то сыпучего закрываем плотно чтобы не было доступа воздуха и вот взяли в руки и простыми движениями распыляем там где надо и все и раз дешево надежно дешево надежно и распыление происходит равномерно это важно при внесении удобрений в почву да и более такие крупные приспособления это обычно распылитель такой двухлучный напоминает для пчел дымарь и вот такой вот более усовершенственно более мощный называется он циклон у них немножко про разные принципы действий при разный принцип работы если здесь мы просто засыпаем через отверстие порошок весь инструкции лежит где специальная система трубы которая позволяет это все распрыскивать более так сказать качественно то здесь немножко другой принцип здесь а то есть за за засыпали сюда необходимое количество порошка закрутили и уже засасывается воздух движением здесь стоит специальный клапан который выбирает воздух чистый отсюда уже выходит порошком специальная длинная насадка которая еще плюс россию этот порошок то есть отверстие распылителя и рассеиватель это позволяет охватить но гораздо большую площадь за один раз да этот немножко по мощнее принцип действия такой же и такая же у него конструкция здесь немножко как бы по-другому работает уже сама система вот это вот внутри внутри идет специально такое сказать рассекатель рассекатель чтобы частицы ска делать вам помельче то есть то что крупная с помощью этого мы уже этого здесь не пройдет крупная нужное количество удобрения куда куда нам необходимо вот с этого может купить нашим трет-магазине все это стоит недорого и в то же время очень качественный пластик фирменный итальянский димартиновский димартин славится своим именно таким вот хорошим пластиком и долговечностью давно это фирма не было на рынке но мы и обратно привезли на рынок и теперь наши покупатели имеют возможность возможность пользоваться хорошим качественным инструментом и напоследок мы покажем такую же профессиональной порошковый распрыскиватель да это ранцевый распрыскиватель вот такой он огромный мощный здесь специально идет уже ремни для того чтобы вешать его большая емкость которая позволяет уже насыпать широкая для загрузки объем вот он смазан солидон специально составом да здесь идет ручка специальная которая приводит в движение вот это вот конструкцию да и здесь уже просто здесь нужно хобот надеть специально и мы уже опрыскиваем то есть надеваем из себя как ранец и опрыскиваем уже больших таких промышленных да это больше уже подходит для использования для питомников сады питомники и так далее виноградники вам нужно вносить порошковое удобрение ну это лучше это лучшее что может быть ручка ранцевого опрыскателя она находится когда вы его одеваете находится впереди у вас то есть вот владели волос здесь у вас спина здесь у вас спереди ручка в одной руке держите сам саму штангу распылитель другой рукой накачиваете меха все простейшая конструкция которая позволяет легко работать и без особенных усилий здесь опять же также вот воздухозаборник сзади он с фильтром то есть забирается воздух он еще и фильтруется дополнительным и широкий клапан распыление что хочется сказать еще о пластике которые используют димартина вот я вам покажу значит здесь отверстие через которое происходит распыление это непосредственно сама лопатка распылителя которая делает распыление бы более широким до веером вот посмотрите просто на качество пластика вы никогда не сломаете вот эту часть даже если вы наступите на нее ничего не произойдет это очень прочный и гибкий мягкий пластик специально разработаны для того чтобы это не ломалась у вас не трескалась насадки вот эти пожалуйста они меняются можно поменять различные части да еще вот одна из то сказать примет дали как-то сказать отличий отличий димартина остальных я вообще профессионального непрофессионального за то что например если вы покупаете инструмент хороший фирменный и на инструмент например как фирма бергер можно вы можете приобрести в дальнейшем запчасти по мере их износа вы можете до приобрести запчасти это говорит о том что инструментами действительно для профессионалов так и в фирме димартина итальянской вы всегда можете купить запасные части то есть это говорит о том что нет это какой-то неодноразовый инструмент да как вот секатор вы работали работаю сломался мы выкинули вот бергеров работать работать там что-то вышло из строя какой-то там сообщается вы взяли купили там и поменяли и специальный ремкомплект или нужно купить и режущие лезвие там и так далее такую фирму димартина вы всегда можете приобрести какие-то запчасти которые выходят из строя кстати вот у нас они есть валер возьми какую-нибудь возможно покажем на другие опрыскиватели но как пример как как пример вот всегда на какой-то определенной модель определенного внизу специальные запчасти которые подвержены износа и вы всегда можете купить эти эти запчасти в нашем интернет-магазине то здесь представлена модель здесь представлена та запчасть которая меняется но насколько я помню здесь у нас есть запасные части не только для больших опрыскиватели но и для но и для это для до для большого опрыскивателя но и показатели что фирма профессиональные дела там для людей то есть вы всегда можете купить запчасть какую-то а лучше всего вы если вы будете покупать опрыскиватель до определенные и сразу к нему какой-то будете покупать запчасть зная до что со временем она выйдет из строя вам не нужно будет потом что-то покупать там вас она будет сюда в наличии вы просто возьмете поменяете но в зависимости от работы до расходные мыть это расходные в общем материала они нужны но это не это не год скажем так и не два в зависимости от использования если вы часто используете бы вероятность того что выйдет из строя так что покупайте эти порошковые опрыскиватели в интернет-магазине ходу точку покупайте лучше про остальное забудьте